Продолжение следует... Это, например, быстрее, осторожнее, стой, беги, не лезь, опаздываешь. Какие ещё слова? Это слова предупреждения. Их принимаешь в буквальном смысле. Что такое буквально? Так как они есть, у вас идёт как бы ударение на это слово. Это как приказ. Не торопись, например. Молчи, отдай, возьми. Вот именно на эти слова надо обращать внимание. Приведу пару снов. Вот смотрите. Один из снов. Осторожно. Женщина видит, как она идёт по дороге. Дорога очень скользкая. И она идёт к остановке. И там стоят цыгане. И ей говорят, осторожней. Давайте расшифруем сон. Вот смотрите. Скользкая дорога. Значит, она скользкая. Это значит лёд. Это снег. Значит, терпение надо и не торопиться. И опять, осторожно идёт ключевое слово. Кто-то ей говорит осторожно. И она идёт в гору на остановку. На остановке стоят цыгане. Цыгане обычно связаны с обманом. Обманом и воровством могут быть. Ну, так уже идёт на нашем подсознательном уровне. Поэтому идёт слово «осторожнее». Вот не помню, какие события у женщины произошло. Но сон я точно помню был такой. А вот совсем недавно другой сон был. Женщине приснился. Ей приснился сон. Как будто она берёт ребёнка грудного. И как бы вроде как памперс-трусики у них. И вдруг из памперсиков-трусиков ребёнок начинает по-большому какать. И смотрит, идёт как бы жёлтое такое говнецо. Пардон за мой французский. И сверху он зелёный. Такой зеленоватый. И здесь она смотрит на своего мужа. И он ей говорит, опаздываешь быстрее, опаздываешь. Женщина в этот день, когда она проснулась, она планировала сходить, закрыть карточку. Там надо было закрыть карточку и получить оставшиеся деньги. Доллары. Что интересно, в этот день она решила сходить туда. И что интересно, она получила, да, доллары. Но на следующий день карточка была закрыта. Именно на следующий день. Вот поэтому опаздываешь быстрее. То же самое, как беги. Значит, надо ускорить бег. Что-то... Или убегать. Ну, убегать – это одно слово. А бежать – это другое. Всегда надо прислушиваться к словам. Почему? Потому что беги – это значит ровно. Убегай – значит сильнее надо от кого-то убегать, отталкиваться, убегать. Поэтому точно так же, не торопись, может быть. По-моему, где-то женщина хотела выйти замуж, и ее мужчина звал, настойчиво звал замуж. И она уже хотела, будем говорить так, принять решение. И какой-то ей сон снился, не помню. Который показал ей – не торопись. И показало, что ее избранник стоит в углу. Квадратное такое помещение пустое, и он стоит в углу. И оказалось, что этот мужчина, у него были уже отношения. Плюс ко всему тому же, там куча кредитов было, куча проблем внутренних и внешних. И вот здесь она чуть попозже это узнала. Если бы она поторопилась, она бы вышла замуж, с этими проблемами ей пришлось бы жить. Поэтому надо обращать внимание именно на такие слова. Они буквальны. И что такое буквально? Буквально – это когда вам говорят, что это надо делать. Садись. Есть. Женщина видит автобус, и автобус такой очень хороший, современный. Ей кто-то говорит – садись, садись побыстрее. И она села, поступила в институт. То есть она думала поступать, не поступать в институт, а автобус – это эгрегор. Эгрегорная часть, коллективная эгрегорная часть. И современная. И она когда поступила, да, современная профессия, достаточно интересная. И она поступила в институт, и сейчас успешно его заканчивает. Поэтому на это надо обращать внимание. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»